Как поживает моя банда? У нас уже была реакция на эту песню, но кто-то скинул мне ссылку на это видео. Мы смотрели музыкальный клип, но мы не смотрели вот эту версию этой песни. Idols Hits. Без понятия, что это. Надеюсь, это не фейк. Как вы знаете, это оценка формы, но нет смысла его оценивать. Давайте глянем на это. Он выглядит тут намного моложе. Классная курточка. Четко и просто. Я люблю простоту. Даже если это будут классические черные и белые цвета. В наряде. Все просто. Черная футболка и черная курточка. Комфета. Красавчик. Как все круто. Он и вправду идол. Вот так нужно представлять Димаша. Понимаете? Побольше драмы. Это не просто вышел на сцену и спел. Должно быть вот так круто. Так как его выступление, это же целое событие. Вот как надо делать. Высокочастотная тема. Что не так? Он что, пьяный? Вини во всем мою мятежную душу. Пока. Вот такое шоу должно быть перед выходом такого артиста. Извините за паузу, но именно вот так нужно представлять Димаша. Грандиозное представление. Вот как надо. Давай, братишка. Сразу хочу выразить соболезнование этому микрофону. Он был хорошим микрофоном. Мы уже слышали эту песню. Вы же помните. Микрофону кранты. Димаш сегодня совершит дерзкое преступление, и потерпевшим будет микрофон. Ещё не вечер. Вы видели этот прикол? Нету такой курточки. Знаете что? Можно я уроню фломастер? И вот что сейчас будет. Несколько мгновений спустя. Вы что, думали я пойду и переоденусь? Да нет у меня такой курточки. Но его курточка мне нравится. Продолжим. Я не могу, когда он делает голосом вот так. Я просто не могу, когда он начинает вытворять все эти вокальные штучки. Мои мурашки мгновенно пробуждаются. Давайте вернёмся. Я знаю, что сейчас кто-то проклинает меня. Из-за моих многочисленных пауз. Что ж ты со мной делаешь? Эй! Эй! С каких пор Димаш стал рэпером? Я не помню, чтоб в каком-то выступлении он читал рэп. Да и в этой песне не было рэпа. Что тут вообще происходит? Или ты решил тут всех раскачать? Не ожидал такого. Вот это читка. Читка у него просто качёвая. Чёткая подача и ритм. Я же говорил вам, этот парень — сама универсальность. Я ведь так ещё и не ел свой носок. Нет же? Нет. Мне так и никто не отправил кого-то лучше, чем он. Носки на месте. И вряд ли я их когда-нибудь буду есть. Я не могу. Субтитры создавал DimaTorzok Вся вот эта постановка сцены. Декорации сцены просто впечатляющие. Это просто огонь. Вот этот выход в начале огонь. Танцоры на заднем плане огонь. Прикид Димаша огонь. Сам Димаш огонь. Его голос огонь. В общем, тут у нас сплошное пожарище. Понимаете, о чём я? Я же вам говорил. Всё, кирдык к микрофону. Он всегда так делает. Это же Димаш. Давайте вернёмся назад, чтобы меня тут раздробило. Музыка. 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 Дядь. Поднимайтесь на миг. Мы уже слушали эту песню. И это был видеоклип, и там был звук в этом видео. Извините. Это не коронавирус. И звук в том видеоклипе был записан на студии. И потом этот звук наложили на видео. А теперь прошу принять к сведению, то, что звук, записанный им на студии, и звучание вживую звучат одинаково, если даже не лучше. Прикиньте, это же говорит о поистине талантливом артисте. Когда он вживую, звучит точь-в-точь, как на записи. Много ли нынче артистов, которые смогут так же? Из всех артистов, их же сейчас пруд-пруди, послушаешь их записанные песни, и это звучит просто божественно. А потом ты идёшь на их грёбаный концерт, и в сложных моментах песни они начинают творить полную дичь. Они просто мусор. Это полная хрень. Я видел такое пару раз. К сожалению, у Рианны. Мне она нравится. Но я был у неё на концерте, и был в шоке от того, как она поёт вживую. Это разочаровало. Я думаю, что она потрясающая артистка. Но то, как она поёт вживую, совсем не совпадает с тем, что мы слышим на записи. А этот парень звучит идентично. Что на записи, что вживую. Ни капли различия. С ума сойти. Ох, как я обожаю это. Своруйте его. С кому не издите. Хватайте его. Хватайте и несите ко мне домой. Я буду хорошо к нему относиться. Я буду делать всё для него. Пусть только поёт. Я буду вкусно его кормить. Отдам ему свою машину. Отдам свой дом. И пусть живёт себе. Эх, всё бы отдал за это. Эх, всё бы отдал за это. Почему ты слышишь меня? Я спрыграю. Почему ты чувствуешь меня? Я спрыграю. Я спрыграю в шоке. В шоке. Я спрыграю. Их, всё бы отдал за это. эй стоп стоп ты же сказал давайте споем все вместе и я пел вместе с тобой а ты взял и вверх ушел ушел аманжоу ты сказал давайте споем вместе а потом выдал я так не могу не могу так брат я вот это еще могу как-то спеть а это я могу но вот это тут без шансов это было поразительно видно что этот человек любит свое дело давайте досмотрим что тут будет давай бро на соседе гендерс это классно брат берем миссию со как вы видите его английский стал лучше я как-то смотрел его интервью на мтв у него сейчас потрясающий английский он в разы улучшил свой уровень английского этот человек просто кайфует от того что делает кстати теперь это мое любимое выступление если говорить о представлении и о том как все это было сделано точнее одно из моих любимых его выступление на сцене он тут был на кураже его появление было грандиозным эти танцоры вокруг него в общем тут сошлись все звезды для безупречного захватывающего выступления просто обожаю это не говорит о том что другие выступления мне не понравились я просто хотел отметить именно вот это по части самого представления потому что оно было увлекательным и тут были все элементы и особенно когда выступает артист такого калибра нужно добавить побольше таких элементов потому что он заслуживает этого короче это был димаш